Сегодня первая игра Игре Звездиной. Всегда будет Брокбойс! Тактика может пойти нахуй. А вы говорите, у меня эпиполярка, у него 10-ти полярка. Это моя работа. Да хуй в рот! И как красиво идти, осипай! И крест действительно подтвердился. Да ебан, мы что в рот, ты и что? Алоха всем, друзья! Снова рады вас видеть. У нас новая эра. И первый матч этой новой эры начинается с командой Интер-Левгофт, который руководит сейчас. Человек, который помогал Олегу Кононову в Спартаке. Думал уже, наверное, что станет главным тренером Спартака к этому моменту. Его команда выигрывала чемпионат среди студентов в Санкт-Петербурге и еще выиграла местный КФК. Тут самый Михаил Кожевников. Привет! Привет! Как дела? Слушай, а на что играем? На что предлагаешь? Давай, короче, проигравшая команда выходит прямо вот туда, на центральную площадь, куда-нибудь к памятнику, и поет какую-нибудь песню. Представляешь, куда мы вот сюда приехали? 1600 паскар, макдак завтрак, и с шести утра мы здесь. Так вы всю команду вывезли, у вас полляма есть на это. Какие парни за свой счет поехали, представляешь? Пацаны, а вы за свой счет приехали сюда, или вам команда оплатила билеты? За свой? Респективно. Те, пацаны, вся команда у них за свой счет приехала. Ты же понимаешь, чем самый прикол? Если я им скажу за свой счет ехать, они же меня куда пошлют. Ладно, на песню играем. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет бракбой. Вообще строится новый коллектив. Заключили договоренность, рукопожатием, и не только, со Сланом Секоевым, нашим нападающим, на которого в этой игре было сфокусировано наше внимание. Во-вторых, нам пришла работать настоящий тренер по физподготовке из футбольного клуба Родина, Ним Медиа, Александра. Кто проигрывает, тот песни поет. Вот там вот собирается и всей командой. Какую поем, если проигрываю? Вы предлагаете Александру Андреевну. Ну, ребята, они маленькие уже, надо что-то брать, что-то сделать. Руки вверх. Можно. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что слева в защите у нас дебютировал легендарный человек. Тот самый человек, который лучше всех распределяет номера в отелях. Если вы хотите как-то куда-то поменяться, то нихуя у вас не получится. Вы будете, блядь. Самый главный по подъему с утра и успеванию к матчам. Чего, уже поздно, блядь. Время уже. Час два, час три. Игра завтра, да. Сколько времени? Без 22. Да, 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 я знаю. Самый пластичный, между прочим, на разминке. Это моя работа. Кошечка, а? Ну а также банщик, шашлычник, подкатчик. Это моя работа, блядь. А также СММщик, а теперь еще и футболист основного состава. Левый защитник, 37-летний, молодой, практически 10-летний. Шина. По совместительству, кстати, помощник тренера. Даже не могу придумать фантазии, просто может как кто-нибудь из подписчиков посоветует, кем мне здесь исполнить, кем быть, что сделает. А вы говорите, у меня биполярка, у него 10-ти полярка. То есть, понимаешь, в чем дело? Мы взяли нового тренера для того, чтобы он молодых наигрывал. А тебе сколько? 37. В сумме 10, значит, молодой. Да, да, один должен быть в любом случае ведь раньше, который бы вот это все подсказал на поле, дал правильные импульсы, все сделал красиво. Ты знаешь, кто проигрывает, тот песню поет, Геннадь. Давай. Я не умею петь, так что и проигрывать тоже, я не собираюсь. Жекич приобрел после перелома носа в Оренбурге свою новую маску с огромным вот таким шнобелем. Всем привет. Закончилась только что тренировка. Впервые был в маске. Хочу сказать спасибо ферме Спорттех за очень огромную маску. Очень комфортно играть, надеюсь, в ней. Выиграем КСМШ вместе с броками. Вживается уже в роль лидера черный в опорной зоне. Арсений Капитанов хочет разрывать. Макей вышел в основном составе, хотя до игры тренер написал, что будет играть Киса. Ему очень не понравилось, кстати, в этот момент Макея совсем не обрадовал. А сделано это было для того, чтобы проверить одного из футболистов на просмотре. Давид дошел, у меня на который приехал на 4 дня и просто он уже на следующий день уезжал. Естественно, нужно было посмотреть его в деле на матч. Вот так вот выглядела раздевалка и в ней неожиданно появился гость с шаурмой. Ну вот к нам пришел Тига. С одной стороны Райзен был рад, надеюсь, ты ничего плохого про него не говорил в этот раз. Я вообще про него ничего плохого не говорил. Готов, говорю, на полиграф пойти. Но интервью с Тига вы можете посмотреть на канале Broke Life, обязательно подпишитесь на него. Там интервью и материалы о команде выходят каждый день, а большие матчи мы там не показываем. Так что нажмите на кнопочку, ссылочка в описании, подписывайтесь на Broke Life, максимум контента. И еще, друзья, если вдруг у вас есть какие-то проблемы с костями лица, допустим, да, вдруг вы там где-то сидели и хоп, что-то сломали, компания Техноспарк вам поможет, ребята, чтобы вы были в полном порядке. Переходите по ссылке тоже в описании и заказывайте себе маску, как уже китча. Будете моднее Дарт Вейдера выберите. Ну, а так звучала вот первая установка известенна. Вопрос, насколько вы заряжены, насколько вы в доступе и не в травмах, и насколько вам это надо. В принципе, это все, что надо сегодня понять. Тактика может пойти нахуй и пока здесь не место. Здесь только что у вас в сердце, есть ли у вас жажда. И здесь можно еще раз назвать состав. В воротах Иван Зириков, два центральных защитника Влад Семинишин и Илюха Давыдов. Слева Супершина, справа Ваня Мельников, на которого мы очень рассчитывали. А в опорной зоне черный, конечно же, и чуть выше, в центре, Сикой. И тут пошла уже комбинаторика, Мазур пяткой на Шаумяна, Шаумян сразу в одно касание на Сикой, Сикой на Макея, Макея чуть-чуть натянул и отдал Арсению Капитанову еще один угловой. Прошлый угловой закончился опасным моментом. Сейчас, сейчас тоже опасно. Удар черного. Мазур обрабатывает мяч и бьет ближний угол. Гол? Нет. Гол не было, блин, сука. Рабоны, бей, блин. Если бы он не трогал, гол был бы. Смотрим повтор. Тут Илюха Давыдов поборолся. Мазур, возможно, решил нас голо. Геннадьевич, голевая была. И тут еще один угловой от Капитанова. Опять классная подача. Сразу трое наших уворот. Еще один удар в артачу. Хорош, Грибочелов! Опять Геннадьевич, как ты это делаешь? Какая? Слушай, Геннадьевич, отыгрывай, отыгрывай. Горсинья, как бьет, подачи дает. Я бахит. Очень удобно было Грибу бить и пробил хорошо. Это третий ударствор, третий голевой момент. И еще одна подача. Может быть, четвертый будет? Блин, мы просто давим в эти первые минуты команды из Санкт-Петербурга. Может, конечно, они все еще считают деньги, потраченные на Дошираке в поезде. Но неважно. Здесь Ваня Мельников может отдать пас на Ваню Зирикова и как-то странно падает. Нет, только не травма. Нет, нет, нет. Там ты, Горнинадьевич, капец уже. Да ебану, мы что, прокляты или что? Я не удивлюсь, если крест, кстати. Вот сейчас я смотрю повторы, просто понимаю, насколько этот вид спорта несправедливый. На ровном месте человек выбывает на полгода минимум. Давай, поможем. Давай, Ваня. Давай, помоги под отсутствием. Не опирайся на них. Посмотрите, как выгибается нога у Вани в этом эпизоде, как он ее пытается выкинуть после того, как колено складывается. Это точно крест. Сейчас все, сейчас обладаю. Силчок и сначала горе с какой. Я, ну, типа, ногу у него чувствую. И крест действительно подтвердился. Уже через день Ваня сделал МРТ. А через два дня его прооперировали. Операция прошла успешно. И, конечно же, мы по максимуму все, что сможем сделать, по максимуму ему поможем. Справа в защиту выходит один совец Кроха. И здесь он разгоняет атаку. Отдает пас на Шаумян. И Шаумян классной пяткой на Арсения Капитанова. И тут передачку в зону хорошая была, чуть-чуть не точная. Смотрите, как все четко. Как все так сделано. И быстро. Это хорошо. Ну и прессингуем. Мы тоже плотно. Дава летит в подкате сначала. Хорош, бля, гриб. Умница, лучший. Теперь Шина ТВ не отпускает соперников. Обозначает, кто тут в Одинцова главный. Конечно, он. Со всей душой просто. Я на самом деле сейчас вот подумал на то, что, бля, Геннадь что-то говорит, что он кубок поднимет. Это не пиздежки. У нас появился новый МО в команде. Теперь это черный, который обыгрывает одного, второго, третьего, четвертого. Мазур дает передачу на фланг на Мазура. Мазур переступит в стиле Крещану Роналду и падение в стиле Крещану Роналду. А что, не жбенальки, епта? А что, похоже, Балай? Ну а мы продолжаем атаковать. Уже три или четыре голевых момента было. Нужен еще один. Мазур первый на подборе. Отдает на Макея. Макея на черного. Черный убирает. И с этой точки он должен забивать. Но сейчас в руки бьет вратарю. Смотрим дальше. И оцениваем Шаумяна. Здесь он молодец. Опять зарабатывает штрафной. Так временами есть какие-то взрывчики. Мы продолжаем атаковать. Левым флангом Мазур дышит спину соперника. Не дает ему расслабиться. Отнимает у него мяч. На флажке делает подачу. Здесь Секой в прыжке. Хорош, блядь. Бать, пиздец. Хорош, Секой. Хорош, блядь. Вы только посмотрите, что за хищник. Как он за ним выпрыгивает. Ё-моё. Вот это в натуре форвард. Это настоящий форвард. Но еще есть настоящий прессингующий капитанов, который просто в ситуации, которая не предполагала опасного момента, разбирается с тремя. Ему всего лишь 18 лет, но он в свои силы всех продавил. Секоев, Мазур, Секоев. Пиздец. Это гол. Это эстетика. Гол. 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 Смотри, вот он. Как красиво иди. О, снимаем его. Смотрим в слоу-мо за этим роскошным кино. Капитанов на Секоева. Секоев подошвая. Потом ему там в касание возвращают, и он катит мимо, как настоящий форвард. Взгляните еще раз на эту молниеносную стеночку. Даже в замедленном повторе она кажется очень быстро. Я молчу, что было на самом деле. И это для бабушки. Во-первых, расскажи про бабушку историю. Ты надел... Вообще, у меня бабушка отводила на игры. Папа с мамой работали. У них не было возможности меня на тревке водить. Она с малых лет меня водила. Полтора часа. Не важно, какая погода. Это просто моя благодарность ей. Вообще, в принципе, она меня вырастила, выкормила. Была игра на третьего. Мазур мне на третьего отдал. Мне покатили. Я поставил на Мазура. Мазур мне на третьего отдал. Я принял. И вторым, да, левой ногой в дальненькую. Очень тонко, очень круто, пацаны. Не сбавляй, парни. Все еще в том же духе, блядь. Не встаем. Первая моя голевая была Сеня. Здорово поборолся в центре поля. Убежал от Талсикоя. Мы с Талсикоем сыграли в стенку. Он вышел один на один и забил. Руки, всем привет. Конкретно касаемо моего ускорения. Но там я оставил все свои легкие, дабы команда вышла вперед. И я доволен, что Мазур дал отличную передачу. Она славная. И он завершил. Связка сработала, Мазур, скоро. Я отвлекся, не видел. Я смотрел на трибунах, и пацаны передали. Ну и тут мы такие думаем, что все уже просто, все легко. Что сейчас мы начнем возить, продолжать возить. И у нас получается, потому что мы через оборону вышли. Блядь, красиво играем. Еще и Кроха такую классную передачу отдает. Что-то сякой, он с лета лупит. Что за вам перси? Бам! Ёпта! Сука! Момент, когда принял длинную. Тогда, когда слева бил? Ну, чуть-чуть. Но мне, в принципе, не важно, левой, правой, какой ногой бить. Слава богу, боженька меня одарил двумя ногами. Поэтому, ну, там много времени не было принять. Я сразу знал, что когда за спину шла передача, я уже сразу знал, что я сейчас прямой буду бить. А еще посмотрите на прессинг. Здесь и Макей, здесь и Мазур, здесь опять черный тут как тут. Надо мяч что-то отнимать. Естественно, мы отнимаем, потому что Мазур на черного, Макей на Сикоя. Сикоя, это штрафное. Павленко! Желтая карточка! Но это чистый фол, опасная атака была. Удар Сикоя в ножку защитнику, Мазур добивает, обыгрывает и добивает. И попадает во Влада Семинишина, в Джекича номер 2, у которого болит чуть-чуть галик. Питерцы друг по другу стрелять на очки. Еще здесь и Дава бьет с трех метров. Посмотрите, какой классный пас черного. И чуть-чуть дави не везет. И вдруг мы сами катаем мяч на своей половине. Расклябанный галик, Джекича 2, Влада Семинишина. И счет становится 1-1. Это кто поздал такого, блядь? Сука, я отвернулся! Кто пропустил? Блядь, 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 блядь! А что было? Так, комментарии по голевому пасу Влада. Влад. Блядь, одним словом, это просто крах. Ужас, планишь. На самом деле, просто скучно стало, что возили целую игру в команду. И в моменте подумал, да ладно, выдам 1-1 хороший пас. Хоть что-то полезное команде принесу. Не, ну если честно, со стороны нашей команды владела мячом всю игру. И в моменте, Влад, что я расслабился, решил пас так вот так, не глядь, а отдать. Там нападающий прочитал и наказал нашего Владосика, да? Смотрим повтор. Коэффициент 2-1 на то, что нам забьют в первом тайме. И коэффициент сыграл. Бывает что. Но мы не сбавляли обороты. Понимали, что нужно выходить вперед. Здесь у нас разгоняется Маккей, дает передачу на Мазуро. И Мазур в упор пушку, как долбишь. Эээ, Рэф, да хуй в рот, блядь. Где? Хуй за 60 тысяч вот такой. Как красиво забил еще, сука. У меня вопрос, какой тут офсайд, Рэф? Ты че, какой тут офсайд? Сделайте здесь, там чувак в красных бутцах ближе к воротам стоит. Рэф, нарисуйте эту линию. После игры посмотрел по видео, ну, как по мне, в таком моменте сложно было бы зафиксировать офсайд без вар. Блядь, Мазур, в таких случаях веселое лицо и говори. Чистый гол, сука, чистый гол. Ну, а мы продолжаем. Маккей еще одну передачу хорошую отдает на Арсения Капитана. Он тут вместо навеса в дальнюю девятку бьет. Блядь, Мазур, Сен, я тебя люблю. Смотрим повтор. Салак с мячом Гордан и Рэмсдейл вытаскивает мяч. А мы продолжаем атаковать. Новый угловой. Опять Мазур подает. И здесь Давос лето лупит. Еще один правоногий в Анперсе. Он же Грибу не везет. С линией вратарь выбивает мяч. Да, могли еще и на добивании сыграть. Шинкаренко спокойно обрабатывает. Вторым темпом мы идем в атаку. Грохож ведой отдает. Здесь Сикой обрабатывает. Все в одно касание. Маккей опять на Сикой. Обработочка грудью. Удар. Гол. Это дуб. Гол. Беги к нему. Как эстетично Маккей здесь все делает. Отдает на Сикой. Сикой грудью. Продавливает. Мощь какая. По-моему, длинная передача была высокая. Головой выиграл на Макке. И Маккей продлил. И уже двух защитников, так скажем, продавил. И второй гол уже головой забил. Ситуация с голевой передачей. Я просто снул мяч вверх. И Сикой все сделал. Выиграл борьбу и забил гол. И останавливаешься. Давай еще. Все забыли нахрен. Все. Давай, давай, убери, не играй. И тут атакуют все-таки интер-излент. Ну, это Мазур. Ну, вот примерно так игрался первый тайм. Мазур топ. Бля, Мазур, конечно, это. Улось, блядь. Но я уверен, что еще было много красивого. Вот здесь Влад Семенишин, например, отдает на черного. Черный. Диагональка какая пошла. Сикой, грудью обработал. Пробил дальний. Вратарь потащил. На, епта. Пиздец. Сука. Эти два. Эти два. Какой говорит. Не, ну. Кел, они пластичные. Я больше ничего не буду говорить. Я не могу с ним. Я больше ничего не буду говорить. Я сказал, хороший нападающий. Как мне нравится, что у нас на просто страйкере безумец, который лупит в любой удобный момент и неудобный. Есть шанс? Он бьет. И представляете, как жестко будет. Прям плотный удар. У нас еще одна атака под конец тайма. Здесь Макей с мячом. Опять на Мазур отдает. Мазур простреливает. Макей с линии Вратарской. Да, ебаный. Сука. Да, чуть-чуть не повезло. Вообще рядом пролетело. Но если бы Сикоя добил, а в сайт был бы. Ситуация есть, когда я не забил. Я просто дал Мазур, Мазур отдал мне, я просто не попал по воротам, потому что слабый. Да, и было очень интересно, что скажет Звездин в перерыве, потому что счет-то всего 2-1. Должно было быть больше, кого он будет критиковать. Вот эту ситуацию хочу разобрать с вами. Когда атакуют то же самое, что у нас. 4-2, двое, двое. Атакуют фактически четверых. Четверых это опорник, вратарь и два центральных защитника. И здесь на краях ситуация один в один на каждой стороне. Не обязательно всегда спешить мяч вот сюда доводить. Когда вы сюда доводите мяч, здесь все, ситуация один в один, она такая. Ну, то есть, если под давлением вообще, то здесь зачастую выход только на касание, на центрального нападающего пробить. Ну, или там что-то на тоненькую развивать. А здесь у вас, смотрите, какая ситуация. Вот так вот, если вот так поле поделите, это квадрат 4-2. Ее можно играть до смерти просто вот этих двоих. И если вы видите, что вам тяжело, вас перекрывают. Если этот футболист здесь, ну, вратарь. Если этот футболист здесь, тогда можно и вот такую сыграть. Часто здесь Вадим вообще один, можно вот такую сыграть. Чуть он не угадал с траекторией, вот этот футболист, вот здесь дырка у нас появляется. Показали, что отдаете, этого заставили, развернули вратарь. Вратарь показал, пошло, не успел, получил. Очень часто здесь можно разыгрывать. Ну, где-то, может быть, это чуть-чуть, в основном за счет волнения. Если не чувствуете сейчас этот эпизод и вам неудобно, тяжело, ну, окей. Как бы я не буду сейчас настаивать, просто пока для мыслей. Следующий момент. Когда мы здесь достигаем черного без давления, вот он здесь без давления оказался, постарайтесь еще раз натянуть. Не обязательно ему здесь на видении что-то делать, только диагонали не исполнять. Вот здесь у этих людей сразу проблемы возникают. Они один в один играют, и у нас Вадим оказался один. Дайте еще одну недодачу. Когда вы сюда передачу отдаете, вот за спиной чуть-чуть оказались два шага на мяч, бам, здесь сразу мы сужаем, игрока освобождают, и тут же его верните. Вот эти два игрока плохо себя почувствуют. Они сразу сомкнут линии, но вы уже мяч примете, вы не дадите пойти на вас в отбор. Игрок не сможет выброситься, вы мяч запустили, они сразу реагируют на мяч сброс. Все, пошел, у нас появилась взрывка на нападающего. Нападающий здесь недодача, недодача. Как гол забили, вот на третьего это прошло, там, понятно, где-то с рандомом, еще что-то. И была одна комбинация хорошая в центре. Пам-пам-пам-пам, на третьего пошло. Не обязательно сразу пулять, швырять. Тоже такие хорошие атаки, надо чередовать. Начинается второй тайм. У нас на поле вместо Давида Шаумяна, который вы уже посмотрели в первой половине, в принципе, он понравился, выходит Киса, также выходит Валера Манько, ну а черная становится в опоре. Но здесь, смотрите, какой прорыв от Илюхи Давыдова. Здесь получает мяч Секой. Секой на Даву, Давы пяткой на Кису, Кису чуть-чуточку совсем не успевает. А здесь какая классная пятка была от Капитанова. И Киса отдает в центр. Здесь Секой раз убрал, два убрал, три убрал, пробил в дальний. Вратарь. Целуй симпатично. Но еще, посмотрите, черный реально на лидера выходит. Как он здесь прорывается по флангу, как он режет пространство, как убирает. И пытался сделать хитрый пас на Секой. Блять, блять. Хорош, Валь. Здесь опять Дава с мячом. Вот он Дава. Дава получает и бьет. Вратарь тащит. Момент за моментом Маке чуть не добил. Ой, Дава. Хорош. А? Юрий Никифоров, говорю. Юрий Никифоров, да, блять. Я, правда, думаю, что ни один из наших зрителей не знает, кто такой Юрий Никифоров. Но он с Шакирой клип делал. А, я от него. И продолжили, продолжили мы давить. Здесь опять Мазур с мячом. Мазур одна голевая есть. Он отдает на Валера удар с дальней дистанции. Три-один. Да, хорошее. Очень грамотное решение. Есть пространство. Плотный удар. Прицельник прям в уголок. У Мазуру получаются золотые какие-то передачи. Да, да, да. На тренировке 100 выиграл. Валера забил, конечно, красивый гол. Но тренерский штаб почему-то посчитал, что на позицию профика нам нужно найти. Искать другого футболиста, да. Потому что сказали, что Валера по своим характеристикам очень хорош по каким-то, но условно мы ищем больше там то ли восьмерку, то ли еще кого-то. То есть человека, который играет в обороне. И нам объяснили, что Валера постоянно был выше мяча в каждом эпизоде. И не принимал практически участие в оборонительных действиях в оставшихся моментах матча. Вот после этого забитого мяча. Ну и статус профика тоже тут играет большую роль. Потому что дальше действительно последовал у нас игровой провал, когда остались в центре. Киса, Валера и поменялся Сикоев. Как раз вы видите, как Аслан Сикоев уходит с поля и выходит Пако Рамбан. У тебя опыт в премьер-лиге. Ты в тюрьмском финале выходил. Почему в какой-то момент чуть-чуть остановилась карьера? Травмы или что? Можно без комментариев этот момент? Ну короче, ты намерен еще и уверен в том, что вернешься. Я это знаю, я этого жду и к этому стремлюсь. Спасибо. Я думаю, вы уже знакомы с Лехой Пакарабановым, который крутит соперников. И здесь бы чутка помягче передача на Арсении. Был бы опасный момент. А ребята из Питера вот тут, смотрите, накручивают и выходят. Выходят тоже в атаку. Разрезающая передачка качественно. И очень хороший был. И тут становится ясно, что Игорь-то хочет сегодня победить, несмотря ни на что. Для него это не контрольный матч. Вот мы видим здесь, как обыгрывают достаточно легко и Пакарабана, и Валера. Валера вообще выключается из эпизода, хотя по идее он должен был с этим футболистом дальше бежать, как центральный полузащитник. Здесь передача через центр и разбираются. Очень много сосисок сейчас составил, согласен. На 75-й, пацаны, давайте подождем, потому что 3-2 не хочется отдавать. На 75-й выпущу всех. Вот еще один момент. Здесь Табриза просто легко оттеснили от мяча, прострелили, удар, и господин Щекочихин тащит. Ебать, Виктор, блядь. Пизда. Еще и Мазру, блядь, сломали. Давайте еще раз посмотрим. Здесь передача в центр, центр Капитанов выключается и в противоход берет Щекочихин. Молодец, один СОИЦ. Еще одна замена. Уходит в черный. И выходит Ваня Кузнецов, тот самый парень, которого мы пытались взять на отбор, у которого запретил папа. Вы же помните это видео? И вот он все-таки приехал. Еще и в моей майке. А какого форме? Ну смотрите, мы закажем такси по нужному вам адресу. Он приедет в Манеж, пройдет в раздевалку, переоденется, сыграет матч, и обратно мы его отправим по тому же адресу, из того же Манежа. Ну как сказать, это же дорого, туда-сюда возить. Но потом, возможно, если он попадет в нашу команду, и у него будет зарплата, он эти деньги вернет нам. А когда он может попасть в команду? Ну вот, допустим, у нас сейчас турниры будут. Примерно до конца января мы определимся точно. А сколько он будет получать? Его же нужно просмотреть, и исходя из тех данных, которые он продемонстрирует, футбольных качеств, мы уже и будем исходить. Просто мы так это, очень быстро все это. За день мы не можем так. Ну а если бы не сегодня, а в другой день? Поймите, у нас сегодня день отборочный, куда со всей России приезжают игроки, чтобы показать свой уровень. Специально выбранный день, который заранее планировался. Для него это большая возможность, вы можете у него сами спросить. Ну он-то готов, конечно, да, надо посоветовать. Но уходит черный, реальный лидер новой команды. Что с травой? А? С травой не делай. А нет, почему? С травой, как ты, мальчик? Ну нормально. Все, ты прогнал камеру? Давай поговорим. Давай поболтай. Смотри, у тебя футболка уже подписывается, ты в клубе. Ну что дальше? Дальше будем МФЛ выиграть. Президенты задачи поставили, надо выиграть. Будем стараться. Вот уже первая победа. Ну сколько юридистичной задачи? Ну, дай выиграть. Все команды одинаковые, всех две ноги, две руки. Только от нас зависит. Смотри, сейчас играем против питерских студентов, причем в втором тайме мы поздали. Это вопрос пис-пис подготовки или чего-то еще настроено? Да нет, почему? Так игра складывается, играем, может, по счету еще, не знаю. Просто у нас еще замены были. Чуть там, может, в качестве потеряли, а так все равно бьют, стараются. Они же тоже в футбол играют, они же тоже не просто так приехали. Ну, как минимум, есть уже один человек в составе, который понимает, что мы должны выигрывать МФЛ, но и есть другой человек, который понимает, что у него в жизни прибавилась еще одна роль. Глава болельщиков. Антон Геннадьевич Шинкарин. Нас не сломай, мы верхоломаны! Нас не сломай, мы верхоломаны! Нас не сломай! С администратором был? Был. Вторым тренером был? Был. Первым тренером на бровке был? Был. В конце, в конце выяснится, что вы делаете. С заводящим фанатов? Был. Стал, да? Да, да, вот сейчас. Че еще не делал? Да, блин, стучай! Я даже не знаю. Массаж пацанам буду делать, чтобы они были готовы. Потому что на самом деле их семье трое. Другой Геннадьевич там был. Третий стадион закрывает сейчас. Третий стадион закрывает. Пацанам помогать во всем, чтобы они ни о чем не думали, а только играли в футбол и приносили результаты. Помогать во всем. Ни о чем не думать. Только футбол у них. Поезд думают. Думают? Какие-то проблемы. Хоть о чем-нибудь? Да, нет. Так что все ради того, чтобы поддержать. Гарабан, не дотачу, давай! А здесь мяч как раз перехватывает в одном из эпизодов тот самый Ваня Кузнецов и в свои в 17 лет умнейшую передачу отдает на Пака Рабана. Тот показывает, что будет бить в дальней, а сам катит в ближней. Хорош! Гол! Но никто, как Геннадьевич, не заряжает, а, пацаны? Ибра, давай! Кого? Нашу команду? Да всю команду заряди. Еще забить надо. Еще раз смотрим на этот эпизод. Смотрите, как четко он сориентировался. Сыграл на перехвате и разрезающая идеальная по силе передача. И пока Рабана скорости невероятный в ближнюю катит бильярдно. Ну, а в концовочке уже и таблиц Ибрагимов даже попытался сделать классную подачку. И здесь Киса мог забить последний гол в составе Броков. Но не успел. Мы выиграли 4-2, хотя могли 15-2. Ну, что сказать. По моментам, ну, вы сами посчитайте, я думаю, что около 10 мы создали, а у своих ворот не позволили ничего. И более того, по первому тайму мне написал Миша Кожевников после игры и сказал... Который тебя хейтил. Да. И сказал, что в принципе... Потому что ты хороший журналист. По уровню тех команд, с которыми они в последнее время играли, у нас прям команда лидер ФНЛ-2. И если укрепить пару позиций на флангах обороны, то вполне можно играть в ФНЛ. Вы же помните, как мы играли в Казахстане с суперслабыми командами? Вот команда блогеров, когда в третьем туре мы там тряслись и еле-еле 1-0 выиграли. Было дело. Просто трагично. А тут еще и интер, блин. Там Адриана играл. Вместе с Брагимовичем в атаке в преволюшн Сокер 6. Сука, если вы помните, что эта парочка там создавала... Еще и Майкон был у них. Ё-моё. Нет, мы нормальных, конечно, впозили в первом. А, Дэйн Станкович на ЦПЗ? А где он еще с центрополя? Ну что ж, друзья, комментарии, шины и всех остальных можете увидеть на канале Broke Life. Там будут подробные интервью по матчу. В общем, не знаем, как вам, а нам эта первая игра и первый тайм понравились. Задор был, желание было. Осталось еще поверить в себя. Это самое главное. И для этого мы как раз для того, чтобы коллектив пообщался, определил цели, определил возможности и выиграл эту долбанную МФЛ. Вот для этого мы сейчас поедем на споры. И вы знаете, ребята, у нас сейчас такой коллектив формируется, в который, мне кажется, не стоит возвращать ни Володю XXL, ни Серегу Давыдова. Потому что у меня были какие-то определенные попытки. Я там звал Серегу на съемки, и Володя XXL давно дал контракт, чтобы он ее прочитал, подписал. У него все никак не получается, поэтому движения навстречу я особо не вижу. И на мой взгляд, вот эти ребята, которые сейчас подобраны в команде, они должны играть. А все остальные, так скажем, те, кто были в прошлом, лучше пусть там и остаются. Дмитрий может не согласиться. Пока. А горький вкус своей любит, меня удержу, с тебя и сил, от меня, мусил, а я в любовь, да я така, что все прошло, а может быть, и не бывает, и ничего, прощай, прощай, и никогда, меня прошу, не забывай, от меня. Всем привет. К сожалению, разрыв передней крестообразной связки у меня подтвердился, и, как показала МРТ, еще и себе минист задел. Пару дней назад сделали операцию, вот, сказали, что все хорошо, будешь дальше бегать, играть в футбол, сейчас уже нахожусь дома, вчера меня выписали, лежу, кайфую, нога примерно выглядит так, могу и шевелить, и так делать, сюда по мне еще мечишка, для своей техники, которая отсутствует, но ничего, как говорится, выйду буду еще сильнее, со мной хазбик, с ним я точно не пропаду, так что давайте, брокки, удачи вам, всем здоровья, обнял.